Режиссер Александр Сокуров Первый вопрос у меня все-таки, конечно, про церемонию Ника Это было для меня какой-то созревшей внутренней потребностью Когда я увидел всю вот эту атмосферу людей, сидящих в зале, спокойных, красивых, прекрасных Мне почему-то возникла потребность сказать это И потом, конечно, трудно было забыть то, что я видел Потому что я был на этих митингах в Петербурге Московскую историю я смотрел всю в интернете Которая временами меня шокировала и обижала до глубины души просто Это невозможно уже, больше терпеть это невозможно Я хочу обратиться к нашим депутатам К мужчинам-депутатам Потому что женщины такого закона нового не примут Давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать И вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях Если вы видели, что происходило Когда я видел, как обращаются вот с девушками, женщинами там Обидно было очень на это смотреть На вынужденную смиренность И на непонимание политиков, что это очень все серьезно на самом деле Обидно, обидно От того, что обидно Может быть от того, что никаких других способов заявить о своем отношении к этому нет У нас в Петербурге практически нет прессы, нет телевидения, знаете, нет радиовещания Я это говорю, потому что я, так же, как и многие из нас В воскресенье смотрели то, что происходило в стране И мне кажется, что государство совершает большую ошибку Ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов Надо услышать их Никто из наших политиков не желает их услышать Никто с ними не разговаривает Ну, конечно, не готовился, естественно Конечно, не готовился И, ну, наверное, гражданский темперамент чрезмерный, наверное Пора бы уже угомониться, на самом деле Тем более, что, как мы понимаем, никакого результата это не имеет Это не имеет никакого результата Никакой реакции не было в Министерстве культуры То есть никто не звонил потом? Нет, ну что вы, нет, нет, ну кто я такой? Нет, нет, конечно, нет За первые сутки просмотр вот ролика с вашей речью Он же, он просто сразу был, миллионы были просмотров Это же другая реакция Это, видимо, необходимо Это означает, что у людей есть потребность Да, потребность в том, чтобы кто-то сформулировал состояние Иногда эмоциональное, конечно, есть И мне кажется, что это хороший признак Так же, как, на мой взгляд, очень хороший признак Чтобы очень много было молодежи на этом событии Просто появилось то самое поколение И достаточное количество людей, молодых Которым, в общем, не все равно Которые не столь политизированы, как иногда кажется Функционерам исправящей партии У которых есть, я бы сказал так, государственная озабоченность Это государственная озабоченность Пока еще, как мне кажется Это не участие в политическом процессе А это государственная озабоченность молодежи Такого в России даже в советское время я не помню Вообще очень много зрелых людей появилось среди молодых людей С которыми нужно говорить не шутя Ну, а особенно, если там, я смотрел, там аресты молодых людей Им как бы отказывают в интересе к политике К тому, что происходит в государстве Ну, по причине их возраста На что я могу возразить, но через полтора года Через год этому парню автомат в руки дадут Он пойдет в армию Это что? Вот через буквально год-полтора Там много очень было молодых мужчин призывного возраста И много было тех, кто уже поносили оружие в руках Вы видели, как с ними, да, поговорили Да, это некорректно, невежливо И это бездарно с точки зрения политической Бездарно Ваше отношение к президенту, может быть Ну, сначала, наверное, уже было какое-то очарование или нет? Оно меняется же? Вот мы все-таки очень много лет живем с этой властью Ну, да, но у меня близкие отношения были, очень дружеские близкие отношения с Борисом Николаевичем Поэтому у меня вот это вот глубокое понимание этого человека, оно у меня осталось И оно для меня является в некотором смысле тестовым И наши отношения были очень сердечными человеческими Хотя иногда мы и очень серьезно ссорились с Борисом Николаевичем За какие-то ссоры я не могу себе простить Я думаю, что я был резок, я был неправ То есть я пользовался тем, что я могу один на один, находясь с ним, что-то ему сказать Но это было, наверное, некорректно А он имел деликатность не поставить меня на место Сейчас у меня бывают встречи с Владимиром Владимировичем Ну, они все касаются общественных проблем То киностудия Ленфильм, то вот градозащитные дела Я привозил к нему всякого рода там материалы по градозащитным вопросам Готовилась работа вот над фильмом «Фауст» И здесь мне президент принципиально помог Никто, все отказались, включая всех олигархов Все отказались, говорили, что им не интересно А он помог конкретно То есть у меня есть даже в некотором смысле перед ним, так сказать, долг перед ним Правда, ну просто по-мужски говоря Было мне трудно, он протянул мне руку помощи Никаких условий мне не поставил Я уже в который раз как бы не оправдываю, ну так, образно говоря, да, вот это доверие Выступая с какой-то критикой, в чем-то я совсем не согласен Что-то вызывает у меня беспокойность, что-то гнев и так далее Вот про протянуть руку помощи я как раз хотела еще с вами поговорить История с Олегом Сенцовым Что вас, вот в тот момент, когда вы просили президента помиловать его, что вас побудило? Олега я, конечно, не знал Я смотрел его один фильм полнометражный, который он сделал, как мне говорят, только один этот фильм Это хорошая, профессиональная, нормальная, очень социальная работа Но потому что я знаю, конечно, отрывочно, никогда дело в руках его не держал Я прекрасно понимаю, что если бы я находился на его месте, да, то я поступил бы, наверное, так же То есть я искал бы какие-то формы протеста, да Я искал бы какие-то формы протеста Но те формы протеста, которые выбрали они, он или его друзья, на мой взгляд, это формы протеста По которым этот человек, этого человека можно было просто отправить на родину Украины Он гражданин Украины Он не принял гражданство России Мы должны это не забывать И тем более 20 лет арктических лагерей, это знаете, не за всякое убийство дают, даже 10 лет 20 лет лагерей В северном лагере сидит парень Умоляю вас Найдите решение этой проблемы Это невозможно Режиссер, он должен со мной сражаться, не знаю, на кинофестивалях И с него другая, в том числе, политическая точка зрения Но не сидя, не сидя в нашей арктической, практически на севере, на севере тюрьме По-человечески вообще о помиловании просить трудно, но вы же просили за него Очень трудно, потому что я прекрасно понимаю, что я, вы думаете, я надеялся, что мне точно будет сказано, что да, вы правы Нет, конечно, но у меня есть какое-то мягкое сердие какое-то, которое меня подводит Наверное, об этом надо было говорить жестко и грубо, наверное Но у меня нет такой привычки, понимаете? Я уверен в том, что это несправедливое, неправедное решение И сейчас, мне кажется, президент тоже уверен в этом Это не наивность моя, а, может быть, от безысходности, от того, что мне стыдно Вот-вот стыдно и все, вы знаете Мои эти выступления все, может быть, они неправильные Может быть, они, на самом деле, резкие и невежливые, как мне потом сказали Что вы позволили себе трижды перевивать президента Но у нас с ним один паспорт, мы с ним граждане России И здесь, в этих случаях, мы абсолютно равные люди Мы абсолютно равные люди, у нас никакой нет дистанции И у меня нет никакого страха Я просто надеюсь, что какое-то разумное начало В той конструкции, внутри которой мы существуем, все же есть Я надеюсь на это Потому что, если в это не верить, то можно просто повеситься Можно уезжать уже из России, понимаете? Если ты не веришь, не надеешься А сейчас Алексей Набальный 12 июня хочет устроить еще одну акцию Как вы думаете, хватит ли у людей сил выйти еще раз? Или все-таки это была просто такая, знаете, вспыхнула и все Нужна повестка дня Нужно, конечно, если есть содержание, то надо его демонстрировать Потому что люди вышли, не потому что появился Алексей Навальный А потому что появилась так называемая повестка дня Это то, что было понятно и ясно даже школьнику И вопрос не в том, что они посмотрели этот фильм Очень серьезно, профессионально сделанный Надо отдать должное тем, кто это делал Гораздо серьезнее, чем то, что делают профессионалы на государственных каналах Кстати, как вы оцениваете их работу? Вы как режиссер Очень серьезная, профессиональная, четкая работа С очень четко поставленной задачей И с четким, последовательным, лаконичным языком исполнения этой задачи Это по-своему даже талантливое произведение Но опять же люди вышли не потому что Алексей Навальный Может быть, это обидно звучит для него Потому что пять минут прошло, он ступил несколько шагов по улице Московской И арестовали, да? Дальше абсолютно достойно, абсолютно без всякого мордобоя, без мародерства Это огромный толп и жили на площадях сотен городов России Ни одного и ни одного сожженного автомобиля Ни одной разоренного магазина, ничего Школьники, молодежь, они без всяких мужаков Потому что они прекрасно понимают, что такое коррупция В такой огромной стороне, как Россия Я уже не говорю о Кавказе Это драматичнейшая и трагичная страница в истории всей России Вы сейчас в курсе того, что там происходит, то, что вы преподаете там? Да, ну, это же закончил Уже ребята, даже ребята уже свои картины снимают Вот мой выпускник будет в Каннах в этом году В очень хорошем разделе Еще несколько работ снимается уже Вот я езжу, летаю на Кавказ туда в горы на съемки Одно из работ Я считаю, что я за эти годы преподавания там, в Кавардино-Балкарии Я хорошо понимаю и чувствую вот эти мысли, переживания молодых людей Они не такие линейные сегодня Не такие линейные Я уже не говорю о чеченском секторе, где трагичнейшая ситуация Где идет деградация просто всех институтов, на мой взгляд И у меня очень большая тревога вообще за судьбу чеченского народа У меня вообще кажется, что война неизбежна Это не республика, во-первых, вы должны понимать Ну, в моем представлении, это мое оценочное мнение Это, конечно, не республика Это другое какое-то устройство государственное Но, конечно, это не республика Если вы желаете быть в составе Российской Федерации У которой без того много проблем Соблюдайте законы нашей Российской Федерации В Кабардино-Балкарии соблюдает, соблюдает В Осетии соблюдает, соблюдает В Черкесии соблюдает, соблюдает А вы чем лучше? Я знаю, что вы не были здесь, когда все произошло в метро Да, не было, если я был там и в Кабардино У москвичей, ну и не только у москвичей, да, в России Есть такое ироничное отношение к жителям Санкт-Петербурга Вот они немножко другие, петербуржцы Но вот тут появилась тут уж не до иронии, на самом деле, конечно, на самом деле Потому что хочется сказать, что случилась удивительная история Но ведь не удивительная, а человеческая абсолютно история произошла, да И то, как город поднялся, и как все поддерживали друг друга Разве москвичи не поднимались, когда были в московском метро? Разве так же таксисты не подводили людей? Разве так же цветы не несли люди? Цветы несли, а таксисты не несли Просто город огромный, понимаете? Знаете, нет, я была в Москве в то время И отлично помню, потому что я в тот момент работала, я вела новости Я такого не было Не было А вот здесь было, и на самом деле, как так получается? Почему? Что здесь такое особенно? Ничего особенного Какой-то код петербуржца? Нет, нет, не надо, не надо относиться к этому вот так вот акцентированно Потому что энергии на это может не хватить Это первый раз для города такой случай Хотя были авиационные катастрофы, где погибали целыми самолетами граждане города И, в общем, город сам по себе, как городская община На мой взгляд, не сформировался еще, он только на этом пути Если Москва никогда не будет городской общиной Никогда не будет То у Петербурга есть шансы стать городской общиной Но для этого нам нужно, чтобы по-другому вела наша власть городская Уважительнее, с большей любовью А на самом деле здесь много очень сложных, тяжелых проблем Уже не говоря о том, что мы строим гигантские стадионы А у нас десятки тысяч коммунальных квартир И огромное чисто людей, живущих там, которые будут жить там еще очень-очень долго А еще большинство людей никогда не будут иметь своего жилья здесь Потому что цены высокие Кризис опять, и бог знает что еще Александр Николаевич, хотел немножко перевести наш разговор Может быть, тему немножко другую От общественно-политической жизни Сейчас все-таки поговорить с вами о кино Я знаю, вы сейчас работаете над чем-то, но не рассказываете Над чем? Не рассказывайте Ну, стараюсь не говорить, когда это не сделано Это сомерие какое-то или это вообще? Ну, просто вдруг не получится Я просто... Ну, замысел очень, замах Такой жесткий, сложная, историческая картина К сожалению, жесткий, сложная Вы много смотрите российского кино? Вот мне просто интересно Я смотрю мало вообще кино Просто глаза у меня плохо работают Я больше смотрю фильмов, которые я получаю из Запада От молодых людей В России у меня приходят сотни, сотни, полторы Каждый месяц Они хотят оценки вашей Они мне присылают Ребята, вот студенты всякие Я это стараюсь смотреть в полной мере Как это возможно В России за этим ко мне никто не обращается Просто здесь не идут фильмы, которые я делаю На некоторые есть просто запреты А на Западе все фильмы, что делала наша группа Показывались... Итальянское телевидение дважды показывало полную ретроспективу Моих фильмов, включая те фильмы, которые я делал еще Работая ассистентом режиссера на телевидении в городе Горьком Даже эти фильмы они нашли Ну, это... В этом никакой беды нет, на самом деле Смотрю мало Смотрю, конечно, мало И не в кино я ищу художественные открытия Только в развитии литературы И американское кино, кстати, значимо интересно для многих из нас Не своей формой и не профессионализмом этих произведений там яркими А тому, что американские сценаристы лучшие драматурги в мире О запретах Вы говорили о том, что ваши фильмы запрещаются Вот, например, «Русский ковчег» Там есть такой парадоксальный момент На основании законов Российской Федерации Режиссер не имеет вообще никаких правки на режиссер на свои произведения Я, как режиссер, не имею права ни на одно свое произведение Сделанное с продюсерами и сделанное в государственной системе Ни на одно Не понравилось мое высказывание Не понравилось мое политическое высказывание Продюсер может закрыть меня на территории России На всю оставшуюся мою жизнь Вот так произошло с этим абсолютно каким-то безумным человеком, который является продюсером «Русского ковчега» Которому не нравится моя деятельность, не нравятся мои высказывания, не нравятся мои оценки А то есть это его инициация была? Нет, это спокойно можно решить вопрос Когда я обратился с письмом министра культуры С тем, что это не может быть Фильм сделан исключительно на территории России На деньги Российской Федерации Министерства культуры и Эрмитажа Мне было сказано, что Министерство культуры не будет заниматься Как бы укреплением моих прав и моих позиций И они согласны с тем, что это не надо показывать Я, конечно, возмущен Потому что это картина, которая рассказывает О любимом Эрмитаже Которая говорит об истории моей страны И вообще на каком основании Гуманитарное произведение может быть запрещено в России На каком основании Вот теперь в связи с какой-то моей политической позицией Можно еще целый ряд картин запретить И мне говорят, что есть такие идеи Фауст, сколько мы не просим показать хотя бы какой-то канал Отказывается показывать? Стоим в очереди и упрашиваем первый канал Покажите, отказывается показывать? Ни один канал не берет эти картины Поэтому я в последнее время работаю только за пределами страны И сейчас эта картина делается в основном благодаря помощи итальянцев и так далее Министерство культуры должно заниматься кинематографом, понимаете? Отстаиванием кинематографической среды Кинематографического развития наше Ничего не делают Я на том выступлении главное говорил не о Сенцове А говорил об отношении к практической кинематографе Надо показать все фильмы, которые делаются в России И документальные, игровые Путин мне сказал, как так, все? Я ему сказал, да, Владимир Владимирович, все Это наша ответственность перед нашей аудиторией Все фильмы делаются с участием государства Мы государство, население должно видеть, куда уходят налоговые деньги Ни на одной из моих просьб, предложений Экономического, структурного характера в работе кино Я не получил ни одного ответа от министра культуры От министерства культуры Как будто бы этого не было Ни вопрос регистрации молодых людей в городах Где они как зайцы бегают С этими кошмарными условиями регистрации Когда в общежитиях нет места Они должны учиться, они бегают там Ищут подпольную регистратуру А потом регистрация, потом милиция Начинает их, что называется, доить деньги Месяц за месяцем Ни одно, ни то, что возникает, что нет жанрового кино в стране Ни на одно мое замечание не было сделано Ни по способу кредитования развития кино, чтобы оно было независимо Ни на одно мое обращение по конкретным кинематографу развития кино России Не было, как мне после этого себя вести Куда мне деваться Субтитры сделал DimaTorzok